Продолжаем разговор о чемпионах мира по шахмату. И сегодня мы поговорим о третьем чемпионе мира, кубинце Хосе Рауле Капабланке. Природный талант и филигранная техника делали Капабланку непобедимым в глазах его современников. Любимец публики, баловень Каисы, обыгрывал своих соперников легко и изящно. Нам стоит лишь сожалеть, что Капабланка сыграл всего два матча за мировую шахматную корону. В первом своем поединке в 1921 году он обыграл второго чемпиона мира по шахматам Эммануила Ласкера. А затем в 1927 году уступил корону Александру Алехину. Несмотря на то, что затем делались попытки сыграть матч-реванш, но они так и не уменьшались успехом. И так получилось, что в тот достаточно сложный исторический период Капабланке удалось сыграть лишь два матча. Ну а визитной карточкой чемпиона для этого видео я решила сделать пример на тему выключенной из игры фигуры, которую очень часто демонстрируют шахматные педагоги подрастающему поколению на примере именно этой партии. И разыграно, давайте даже сначала посмотрим, был разыгран дебют четырех коней, слон Б5, слон Б4. Не будем останавливаться на нюансах и деталях этого дебюта, но так или иначе в этой позиции был сделан ход слон Д6, достаточно редкий по тем временам, и белые сыграли шаблонно, слон Ж5, последовало А6, слон А4 и здесь С5. Такой вот неожиданный, наверное, ход и позиционная ловушка. Черные ослабляют поле Д5 и приглашают коня белых на этот ослабившийся, казалось бы, пункт. И, о чудо, соперник Капабланке попадает в эту ловушку. Однако следует Ж5. Выясняется, что конь бьет Ж5, не проходит ввиду конь Д5, и затем черные побьют коня. И останутся с лишним материалом, а атаки у белых не будет. Поэтому в партии последовало конь В6, ферзь В6, слон Ж3. Но проблема в том, что сейчас черные ходят слон Ж4, в свою очередь связывают коня на Ф3. И после Х3 следует просто размен. Слон Ф3, ферзь В3, ферзь В3, ЖФ. И посмотрите на этого слона. Выясняется, что слон на Ж3 практически навсегда, навечно замурован на королевском фланге. Очень тяжело представить, как он мог бы войти в игру. Ф6. Этот ход еще больше подчеркивает печальность расположения слона на Ж3. Король Ж2. А5, А4. Король Ф7. Ну и здесь белые, вдобавок ко всему, выбирают неверный план. План черных, так как слон вне игры, организовать атаку на ферзьевом фланге. То есть черные сыграют в какой-то момент С6, сыграют ладья Б8 и сыграют Б5. И пользуясь тем, что у них на доске практически лишняя фигура, используют это материальное преимущество в атаке ферзьевого фланга. Белые же в партии сыграли ладья Х1, подготавливая ход Х4. Но, как мы увидим, этот ход не меняет ситуацию на королевском фланге и дает черным важное время, чтобы усилить позицию и провести свой план атаки ферзьевого фланга. Поэтому единственный шанс белых спасти эту партию был построить крепость. Сыграть С4 с тем, чтобы на С6 пойти ладья С1. И на ладья Х8 успеть сделать ход Б3. И здесь после Б5 белые успевают как-то укрепить пункт Б3. Например, ладья Б6, король Ф1, БЦ, ДЦ, ладья АБ8, нападая на пешку Б3. И последняя точность ладья А3. Вот так вот странно становится ладья, потому что после ладья Б1 следует ладья Б4. И выясняется, что от грузы ладья А4 защиты нет и приходится отдавать пешку. Предварительно черные защитят слона. Пойдут слон Е7 или король Е6, чтобы белые не смогли выбежать ладьей с линии Б. Но после ладья А3, безусловно, у черных большой перевес. Но вот как пробивать эту позицию? Возможно ли пробить эту крепость? Скорее всего, нет. А в партии все закончилось очень просто. Ладья А1, попытка сыграть А4, но Капабланка не реагирует на этот план. Усиливает позицию А4. Ладья ФБ8, уже где-то мелькают идеи с Б5. АЖ, АЖ, Б3. Здесь уже на С4 последует С6. И белые не успеют выстроить вот эту странную стойку с ладьями сбоку от этой пешки. А по линии Б, как мы видели, защита не помогает. Б3, С6. Но тогда, если С4 не ходить, тогда черные сами прорываются. Б5. И здесь уже С4 становится неизбежным подрыв. А после С4, смотрите, как грустно смотрит слон на то, что происходит на доске. Выясняется, что на ДС следует БС, БС. Ладья Б4. И ладья постепенно съест все эти слабые пешки. В партии последовало АБ, ЦБ, ЦБ, ладья Б5. И путем этих разменов черные создали проходную. Белые попробовали высвободить слона. Сыграли Д4, но, конечно, черные на Д4 здесь не побили. Пошли ладья Б5. Хотя, возможно, ЕД тоже был бы сильным ходом, но стратегически, наверное, неверно. Ладья Ц4. Ладья Б4. И здесь белые сдались. Сдались ввиду того, что неминуемо последует что-то вот в таком вот роде. Пешка пройдет до А3, а затем, а затем и еще дальше. Сделает еще один шаг вперед. Вот такой вот интересный пример. Опять же, без каких-то жертв и красивых комбинаций. Ну, вот так вот легко и играючек Пабланка обыгрывал своих соперников. Как мы увидели, порой они недостаточно упорно защищались. Но вот именно ввиду этой легкости и где-то помощи соперников, но складывался миф о непобедимости третьего чемпиона мира. И таким он и остался в памяти. Уникальным природным талантом, который обыгрывал своих современников, используя непревзойденную технику и какую-то уникальную интуицию. На этом я заканчиваю разговор о третьем чемпионе мира по шахматам Хосе Раули Капабланке. Не болейте, играйте в шахматы. До скорых встреч. С вами была 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк.